Всем огромный привет! Сейчас с Лёшей едем в Вайлберис. Я заказывала Алисе колготки на фотосессию и бальзам для губ в Неве и вишневом цвете. Я вам уже про это говорила. В Ашан мы тогда не зашли. И поэтому я заказала через Вайлберис. На фотосессию у нас такие очень жесткие требования относительно колготок капроновых. Они должны идеально подходить под цвет кожи ребенка. И поэтому я заказала сразу много-много-много разных колготок в разных оттенках бежевого цвета. Сейчас покажу вам, что мы купили в Вайлберис. Вот такие колготки взяли. Посветлее 20D. Кроссовки Асикс для фотосессии. Белые кроссовки. Ну и в них нельзя ходить на улице. Для фотосессии они должны быть идеально белыми. Чистенькими. Так что не знаю, правда, размер подойдет или нет. Но если не подойдет, то вернем назад. Можно прям назад принести туда, откуда мы брали в Вайлберис. И через 21 день вернуть деньги. Кроссовки Адидас. Они на размер меньше, чем Асикс. Поэтому мы не знали, какие точно нам взять. Взяли и те, и другие. Сейчас дома примерим. Если что-то не подойдет, то можно будет вернуть назад. Единственное, смотрите, какая коробка была. Просто еле дышит эта коробка. Вот он, бальзам Невея. Самый идеальный бальзам для губ, для фотосессии. Еще взяла лак для волос, тоже для Алисочки, для фотосессии. Приятный такой флакон, как будто резиночкой покрыт. Это все, что мы купили. Леша сейчас пошел смотреть какие-то гаражи. Двухэтажные гаражи у нас здесь, оказывается, есть на районе. И ему очень интересно стало. Пошел посмотреть, что это за гаражи. Но я уже отсюда вижу, что какие-то плеснявые. Не знаю, как-то меня они вообще не воодушевляют. И не знаю, но я его не осаживаю. Если ему хочется посмотреть, ради бога, пусть ходит, смотрит. Но мне как-то они... Ну как? Как гаражи? Супер. Видеонаблюдение везде. Асфальт новый лежит. А что там двухуровневое? Что там интересное? Почему двухуровневое? Нет, просто два уровня. Ну как два уровня? Вот этот ряд, видишь, вот эти в один уровень гаражи. И на втором этаже есть, да? И на первом этаже. Но что-то так все убогенько. Едем за Алисой. Время 3.25. Поехали. Занятие сейчас начнется через несколько минут. Страшно в этом лифте ездить. Вообще. Но логопеда мы нашли, конечно, классного. Алиса уже после двух занятий начала хорошо проговаривать букву Р. Сейчас Л. Я надеюсь, что еще немножечко позанимаемся. И все. И все. И доченька у нас начнет говорить как положено. А что ты ищешь? Один. Алиса, папа нас ждет. Выбрали деревянный конструктор. Правда, не такой, поинтересней. Нет. Будешь дома домики строить? Лешечка купил мне кофе. Я уже попила. Мы приехали в Табрис. Сейчас пойдем за новогодними игрушками. И, наконец-то, надеюсь, уже нарядим нашу елку несчастную. В комментариях прочитала, что синий и красный цвет вызывает агрессию мышек. Поэтому мышек злить нельзя. Нужно выбирать что-то понежнее. Максимум пыльно-розовый. Но это я имею в виду для украшения елки. Вот сейчас покажу вам, как елку украшать нельзя. В этом году вот так елку украшать нельзя. Иначе мышка разозлится. А вот так можно. Смотрите, елочка, кстати, на нашу похожа. Я сегодня одета. Одела бежевый костюмчик. Ребят, что мне в нем нравится у него? У него не очень плотная резинка на талии. Ничего нигде не тянет. Просто идеально будет для каких-то поездок дальних. Классный. Так елку тоже украшать не стоит. Почему здесь присутствуют такие цвета? Синий, красный. Все убрали, ящики для хранения пакетов. Ну, значит, так. Значит, больше камер установили. Тоже смотрела на этих птичек, но по цвету они не подходят нам. Они прям обалденные. Обалденные, да. Надо смириться. Так, вот в таком вот цвете я предлагаю украсить елку, чтобы она у нас была розовая. Текстик, да. Давай аккуратнее. Вот, смотри. Мама, если у тебя нежная елка, то я нежную буду вот так круто. Мишка, нет, давай не будем без Мишек. Ну, давай одного. Алиса заказала кебаб, вкусная лепешка, салатик с баклажанами. Зашли к моей маме в гости, Алиса играет своим конструктором. Купили новогодние игрушки, я вам попозже покажу. Мама замешивает блинчики. Он все здесь тиханул, летал. Лев садил кушать, а Лев пошел ко мне. А, у вас тереться конкуренция. Да, и вот все, раз выступал. Моя девочка. Ей вчера прививку поставили, чтобы она могла спокойно летать в самолетиках. Вот, прививочку тяжело переживала, но и сейчас ей не очень хорошо. Ну, будем надеяться, что все пройдет нормально. День-два. Поболеет. Скучаешь по маме? Замурлыкала, замурлыкала моя кисочка. Пусть говорят, сегодня какой-то выпуск прям экстремальный. Нужно будет посмотреть, когда домой приду, пока елку наряжаю. Буду слушать и подглядывать. Обычно так делаю. Три мои любимые передачи. Пусть говорят, прямой эфир мужской-женской. Тимошюрнушка. Зажаренные, как Алисочка любит. Это не гориллы, это зажаренные. Это не зажаренные, это нормальные. Алиса любит поджаренные блинчики обязательно. А поджаренные они становятся, потому что сахарку побольше в них. И все, суп сладкий были. Она же не макает их ни в сметану, ни во что. Ей надо, чтобы они были сладкие. Маму пригласили на передачу «Последний герой». На кастинг. И вот она думает «Идти, не идти». Я говорю «Мам, не надо, не иди», потому что... Ну вдруг плохо станет. Там столько людей увозили. Ничего Николая разношает, было? Нет, мам, не надо. Только если тебя будут подкармливать, там... Если втихаря будут подкармливать, за кадром не афишируют. Вот тогда можно, а так нет. Не стоит рисковать здоровьем, было бы из-за чего. Популярность, она и так у тебя есть. Деньги, да ты вроде не бедствуешь. Я вообще не знаю, чем можно тебя заманить на последний герой, на такое сложное испытание. Вообще не знаю. Мы уже пришли домой. И сейчас я покажу вам игрушки, которые мы купили. Завтра будем наряжать елку, потому что сейчас уже поздно. Стеллаж этот поставили пока здесь. Я купила шесть птичек, очень красивые, с перышками, из бархата. Клювик есть, глазки. Их шесть. Одну птичку Алиса забрала и уже оторвала прищепку. И взяла вот такие шарики с бисером. Мама, походу, обломалась, потому что она не думала, что красный цвет запрещен. Вот, смотрите, она вообще хотела все подсвет с неговичком. Да, да. Ну, она обломалась, потому что у снеговичка есть. Ну, кто так разговаривает? Вот разве можно про маму говорить обломалась? Вот еще очень интересная игрушка. Капелька. Таких, наверное, четыре штучки мы взяли. Серебряные шарики. Две упаковки. Серебряные бусинки. Тоже две упаковки. Пыльно-розовый наконечник на елочку. Алиса сама выбирала. Красивые шарики. Смотрите. В красном кубе купили Деда Мороза. Сейчас я его поверну. Как вам, кстати, такие игрушечки? Нет, классные. Классные, да? А еще взяла вот такие украшения для вазочек. Тоже в красном кубе. С кристалликами. С бусинками. И немножко другая. Вот такая. Тоже очень красивая. Их можно не только на Новый год вставить. Это, в принципе, универсальные украшения, которые могут у вас стоять круглый год. Еще была темно-розовая лошадка. Побольше размером. Вот таких мышек взяла. Как думаете, будет сочетаться или нет? И вот такие олени. Маленькая веточка с листиками. Это не золотой цвет. Это что-то типа белого золота. Взяла несколько девочек. Вот такой цветок. Но его не обязательно. Можно на елку закреплять. Можно на шторы куда-нибудь прицепить. Да, на шторы наши. Это какой-то олененок. Ну, я просто взяла его, потому что он был из одной серии вместе с этой девочкой. Дед Мороз. Тоже из этой серии. Жалко, что была одна совушка. Мне она очень понравилась. Смотрите, Алиса. Красивая? Мне больше понравилась девочка, чем совушка. Ну, они все из одной серии. Они хорошо будут сочетаться со всем, со всем остальным. Ну, если они все из одной серии, то они друзья и другу красивые. Набор елочных украшений из дерева и кружева. Здесь уже присутствует серый цвет. Тоже, в принципе, неплохо, мне кажется, будет смотреться. Это саше, которое можно развесить и на елочку, чтобы вкусно пахло, и в шкафчик, чтобы одежда вкусно пахла. Ну, возьми, возьми. Поэтому я забираю. Только ты имей в виду, и по-разрезать нельзя. А это я взяла палочки для ароматизаторов. Очень красивые, необычные. Будут хорошо смотреться в баночке с ароматом. Это моя елочка, которую я выбрала для себя. Я не знаю, для какого возраста. В общем, прикольная елочка. Ее можно на стеночку повесить. И вот здесь такие липучки. Вот это, видимо, место для подарков. Какая-то складная елка. Ее нужно немножко отпарить, Алиса, чтобы она ровная была. Но я не смогла удержаться. Я все-таки нарядила елку. Она, правда, не совсем ровная. Завтра Леша встанет, пораньше ее поправит. На камеру она серая, но на самом деле она белая. Смотрится очень красиво. Доченька рисует. Басика. Басика. А вот елочка, которую мы купили Алисе. Очень удобно мы ее закрепили на этом домике. Она играет здесь басюненком. Смотрите, прикрепляется вот так. Вот так игрушечки прикрепляются на елочку. Ну, в общем, для маленьких детей, я думаю, это будет интересно. Здесь подарочки как будто. Вот такая вот елочка. Ребята, вы не думаете, что здесь есть секреты? Давай, дочь, не трогай так руками, а то все размажешь. Всем доброе утро. Хочу показать вам елочку при естественном освещении. Смотрите, что я нашла. Да, это в прошлом году мы покупали в Икеа вот такую гирлянду. Очень прикольная. Она светит теплым светом. А еще у нас там сделана гирлянда холодный свет. Но я ее пока отключила, потому что теплый свет реально круче смотрится. Я сейчас добавлю еще гирлянду. Одну установила, вторая. И еще одна коробочка с третьей. Так, сейчас установлю. Будет очень красиво. Продолжение следует...